Военно-спортивный клуб «Маргеловец» провел практическое занятие на территории городской аварийной спасательной службы «Юпитер». Курсанты метали гранаты, собирали оружие и брали штурмом 15-метровую башню. Подробности в нашем сюжете. Пройти по вертикальной стене с оружием наперевес вниз головой, попутно заглянуть в окно, обезвредить противника и благополучно спуститься с 15-метровой высоты на землю. На плановом занятии по дисциплине антитеррор курсанты военно-патриотического клуба «Маргеловец» показали хорошие результаты по высотной подготовке. Цель и задача – научить ребят не бояться высоты, умело пользоваться снаряжением, макетами ручного стрелкового оружия, а также охлощенного оружия. Высотные здания зачастую используются террористами в качестве укрытия и ведения боя. Проникнуть в здание через дверь невозможно, поэтому бойцы спецназа используют лифтовые спецшахты, чердаки и окна. Подняться вверх или спуститься с крыши можно только с помощью штурмового каната. Здесь требуются специальные навыки, ошибка может дорого стоить. Как утверждают специалисты, самое сложное для новичков – встать на край и доверить себя веревке. В таком положении нужно уметь делать быстрые перевороты и стрелять в неудобном положении. Здесь важно правильно рассчитать силы и правильно оттолкнуться от стены. Для неподготовленного человека, я думаю, достаточно будет сложно. С ребятами работают опытные инструкторы. Все проходит под строгим контролем ветеранов спецподразделений. Ярослав Бутейко занимается в центре 4 года. Юноша тоже готовит себя к военной карьере. Во-первых, это знания очень большие в плане даже альпийской подготовки, медицинской подготовки. Есть какие-то начальные знания по оказанию первой помощи. Ну и плюс дальше хочу связать свою жизнь с армией, поэтому мне это даст очень большой плюс. Я уже пойду туда, хоть что-то буду знать об оружии, какой-то высотной подготовке. Высотная подготовка или штурмовой альпинизм – одна из самых сложных и опасных профессий, которую предстоит освоить сотруднику спецназа и специалистам гражданских профессий, связанных с высотой. Зачем занимаются мальчишки военным делом – это понятно. Удивляет, что среди парней немало и девушек. Они также уверенно собирают автоматный рожок, бросают гранаты и покоряют пожарную каланчу высотой 15 метров. Во-первых, это общее развитие, а во-вторых, это просто интересно. Военно-спортивный клуб «Маргеловец» в своем роде уникальный. Не в каждом городе есть подобные центры. На сегодняшний день военным делом занимаются 38 курсантов на базе Дворца творчества детей и молодежи. У нас 23 клуба Дворца молодежи, все, которые являются бесплатными клубами. Ребята могут посещать разного возраста, от 8 лет и старше. Финальный аккорд тренировки – свободное падение, тест на психологическую устойчивость. Здесь нужно в буквальном смысле доверить свою жизнь товарищу, который страхует тебя на земле. Проверить психологическую устойчивость, получить серьезный арсенал знаний военного дела и обрести надежных товарищей может каждый желающий в военно-спортивном клубе «Маргеловец». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!